Игромания представляет Для тех, кому по жизни не хватало ракет, будто специально создана игра Rockets, Rockets, Rockets. Здесь ракеты выписывают красочные кренделя и стреляют ракетами в другие ракеты. Мало не покажется во всех стимах со 2 мая. Когда Марио не прыгает по головам и не спасает принцесс, он играет в гольф с другими жителями Грибного Королевства. Новый сезон их дружеских матчей Mario Golf World Tour начнется 2 мая. И третья игра на эту богатую майскую пятницу про поединки модульных боевых машин, сокращенно MAV. Собрать можно будет все что угодно, от прямоходящих роботов до ракетных комплексов на гусеничной тяге. 6 мая представится еще один шанс заняться виртуальным спортом. На PS4 выйдет MLB 14 The Show – лучший и единственный симулятор бейсбола на сегодняшний день. В тот же день вам предстоит вернуться в ту самую психиатрическую лечебницу в горах Колорадо, которую мы исследовали в Outlast. Дополнение Whistleblower расскажет о событиях, предшествовавших оригиналу. 7 мая Xbox One расстанется с еще одним эксклюзивом – Puzzle Paggle 2. Переберется на Xbox 360. И в этот же день появится еще один повод порадоваться поклонникам приключенческих игр 90-х – Tesla Effect Attack Smurfy Adventure. Как понятно из названия, новая глава в жизни хмурого детектива будущего. Игру создавали на деньги фанатов. 8 мая – двойная порция ностальгии. В этот день увидит свет расширенное переиздание стратегии Age of Mythology. А на PS Vita можно будет перепройти две первых части слэшера про бога войны Кратоса, купив The God of War Collection. Инди-боевик Spark Rising сочетает в себе Майнкрафт и жанр Tower Defense. Вы строите базу, расставляете солдат, ловушки и прочие защитные механизмы, а другой игрок должен покорить эту полосу препятствий. Аттракцион начнется 8 мая. В ролевом боевике Bound by Flame у героя дела складываются скверно с самого начала. Он стал марионеткой демона. Но лишь вам выбирать – поддаться его влиянию или изо всех сил бороться с ним. 9 мая. Killer is Dead – последний слэшер от студии Безумного Суды 51. Спустя год после консольного релиза доберется до персональных компьютеров. Целых две рецензии уже можно прочитать на нашем сайте, чтобы определиться, стоит ли покупать этот неординарный проект. Тоже 9 мая. Затем будет неделя без релизов. И лишь 16 мая свою 13-ю игру получит разоваликий очаровашка Кирби, один из самых известных персонажей Нинтендо. Проект называется Triple Deluxe. В этот же день король Артур поведет рыцарей круглого стола на соседние королевства, чтобы расширить границы своих земель. Стратегия так и называется – The Battles of King Arthur. Цивилизацию про заселение новых планет ждать еще долго. Но свои колонизационные навыки можно применить в Imagine Earth. Она практически про то же самое, только масштабами поменьше. Начать можно с 20 мая. Красочная экшен-РПГ – Транзистор от создателей, близкой по духу Bastion, тоже появится 20 мая. Нам хватило одного взгляда на игру, чтобы захотеть в нее поиграть. Такое нынче бывает нечасто. Третий релиз этого дня – лучший сюжетный боевик от первого лица – Wolfenstein – The New Order. Во всяком случае, разработчики стремились сделать его таким. Как бы там ни было, мы давно не стреляли фашистов. Игра должна сполна утолить эту жажду. Дракенгард 3, выходящая 21 мая, станет приквелом ко всей серии и расскажет о мире, который окунулся в раздор из-за одной из своих же спасительниц. К назначенному сроку не успели доделать вторую часть невероятных приключений Ван Хельсинг. Новая дата прибытия – 22 мая. Кто хочет стать диктатором райского острова? Поднимите руки. Расстрелять! Вот так поступают настоящие деспоты. Они руки поднимают. Этим и другим основам тирании в современном мире можно научиться в Тропика-5. Платные курсы начнутся с 23 мая. Вторник 27-го числа обводим красным маркером. Потому что Watch Dogs. Ubisoft уже заявили, что игра может стать одной из самых продаваемых в этом году. А, кстати, вот лично вы собираетесь ее покупать? И почему? Напишите нам в комментариях. Прямыми обязанностями известный водопроводчик, видимо, вообще не занимается. Поскольку после гольфа 30-го числа он возьмется за гонки на картах в Mario Kart 8. Когда-то в мае должен добраться до релиза Ил Штурмовик. Битва за Сталинград. Новая часть знаменитого авиасимулятора, которую разрабатывают авторы Rise of Flight. А они знают толк в жанре. Вот и все релизы месяца. Подробнее об этих играх читайте в наших статьях на сайте. Смотрите в наших сюжетах. Ждите рецензий и видео обзоров. И как там у нас принято говорить. Играйте только в лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова